В эфире Актуальное интервью. Я Марина Захарова. Здравствуйте. Мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях председатель общественно-экологического совета при Министерстве охраны природы Республики Саха-Якутия, директор Института биологических проблем и криолитозоны Сибирского отделения РАН Иннокентий Охлопков. Иннокентий Михайлович, я вас приветствую. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы возглавляете общественный экологический совет. Какие цели в своей работе вы и задачи выполняете? Общественный экологический совет я возглавил в этом году. Цель и задача нашего общественного экологического совета состоит в том, чтобы как раз вот эти все такие самые востребованные и которые проблемы, которые стоят здесь, экологические проблемы в Республике Саха-Якутия, которые как раз будоражат общественность и так далее, вот как раз на этом совете обсуждать. Наш совет открыт для всех. Мы не ограничиваем прием. Здесь у нас многие и общественные движения, и отдельные общественные экологи и так далее, и специалисты, конечно, которые есть. И регулярно раз в квартал мы, значит, вызываем те самые такие предприятия наши, горнодобывающие в основном, которые разрабатывают наши полезные ископаемые, и заслушаем, какую они ведут предохранную деятельность, какие у них программы. И это, и это. Плюс, если такие возникают экстренные случаи, как вы помните, что по весне загрязнение реки Тас-Верях в связи с обвалом было, вот такие сразу вот организации, как Роснефтегаз, ага, вот сразу как бы на ковер вызываем, и они перед нами это как его отчитываются и рассказывают, как это произошло, что произошло, и как они это быстро исправили. И здесь, значит, ну так как участвует здесь общественность, очень много таких прямых, резких вопросов звучит. А насколько вот важна роль именно общественности? Да. Как показала себя работа? Ну, мой опыт участия и как председателя в этом совете показал, что этот совет очень необходимый. Это даже вот наших вот этих недропользователей очень дисциплинирует, потому что здесь с ними разговаривают не чиновники, а общественность разговаривает с ними. И есть специалисты, к которым нельзя там просто или договориться, или что-то где-то. Нужно показать конкретные действия, что. И тогда они вынуждены это даже делать, может быть, даже скрипят зубами и так далее, но они всегда исправляют ситуацию. Акентий Михайлович, с начала 90-х годов на территории Якутии образованы особо охраняемые природные территории. Какова их роль в сохранении нашей северной природы? Ну, тогда еще... Калуги, в частности. В начале перестройки, когда вот у нас республика относительную самостоятельность получила и так далее, стал вопрос о том, как бы сохранить нашу природу. И так как наш институт в этом отношении уже давно работал, были созданы под... Ну, при работе нашего института, тогда были созданы два федеральных заповедника. Это Олегминский заповедник и Сустринский заповедник. И тогда вот первому президенту республики Саха-Якутия, Михаилу Николаеву, было предложено, что единственный действенный метод охраны природы и сохранения для будущих поколений нашей земли, Алан-Хо, это вот особо охраняемые природные территории. Под руководством член-корреспондента Ран Соломонова Никита Гориловича, это моего научного руководителя, учителя и так далее, быстро было разработано. Это проанализировал мировой опыт и представлено на рассмотрении. И после того, как Михаил Ефимович это утвердил, и началась работа по созданию этих ООПТ у нас. И что я хочу отметить, что самое главное, что в тот период республика как раз получила международное признание не благодаря нашим нефти, алмазам и так далее, ну и даже Алан-Хо, а именно то, что у нас 30% территории, и тогда было отведено под особо охраняемую территорию, привлекло международную общественность, такие крупные организации, как Всемирный фонд охраны природы, который тоже много вложил денег в организацию. И республика зазвучала на весь мир. В последнее время много говорят о добыче маунтового бивня. Какие взгляды есть у вас по данному вопросу? Ну, по маунту бивню, конечно, да, вот этот вопрос, мне только с предоохранной точки зрения я могу сказать, а не так с точки зрения бизнеса, там экономической выгоды и так далее. То, что нас, конечно, смущает, тут варварские способы добычи нефти, когда вот размывается вечная мерзлота и так далее. Сейчас у нас еще идет глобальное изменение климата тоже в сторону потепления. И поэтому вот у нас бивни эти и многие скелеты, как вы обратили внимание, последние годы очень это стали появляться, у нас ископаемые остатки. Это тоже вот тает мерзлота, появляется, а тут еще и усугубляет этот процесс, особенно в нашей арктической зоне, где вы сами знаете, что у нас острова, те, которые там находятся, они 90% они состоят из льда и тонкий слой почвы на них. Это когда лед весь размывает, все это уничтожается и у нас вот как раз не только само по себе береговая линия, значит, уже разрушается и уходит. И тому, что добывают алибо мамонты и бивни, тоже это идет. Но в связи с этим, чтобы защитить, например, у нас были предприняты такие шаги, как создание федерального природного парка Новосибирские острова, которые были поддержаны Семеновым фондом охраны природы России. И этот проект был успешно осуществлен, сделали экологию и биологическую основанию, что все эти острова наши, Новосибирские котельные, за исключением Большого, Малого, Ляховского водокотельные, Новая Сибирь, Генриеты, Жанеты и так далее, они вошли как раз под федеральный природный парк. Ваш институт проводит большую работу в сохранении биологических ресурсов. Какие задачи приоритетны в этом направлении? Ну, наши задачи приоритетны, как фундаментальная наука, в первую очередь, значит, у нас идет изучение этого. Потому что за эти годы, например, почти 90%, 99% у нас млекопитающих изучено, где-то около 70% птиц изучено. Самый, это как его низкий процент изучено, это насекомых. Потому что просто не хватает некоторых специалистов. То очень большая масса, где-то на настоящее время, где-то около 40% вот этих насекомых изучено. Плюс в последнее время, значит, добавилось то, что вот идет потепление, многие виды начинают проникать к нам. Наверное, так вот все эти телезрители обратили внимание, что большие стаи над городом Якутском, над пригородами Якутска, это скворцы, грачи. А эти виды совсем недавно у нас появились, буквально в 80-х годах. Они даже были включены в Красную книгу. Тогда вот сейчас новое издание готовится. Вполне возможно, что эти виды мы выведем, потому что это уже стоящаяся популяция. Они здесь создали, и это называется как бы экспансия видов, такие более южные, которые на нас идут. Ну, плюс насекомые проникают. Те же вот, например, таежный клещ, который у нас самый опасный, это вот энцефалетом, который можно заболеть. И тогда он у нас вот недавно совсем появился около города Якутска, фиксируются живокусы, людей и так далее. А до этого, где-то буквально всего 5 лет назад, он на чеченом уране фиксировался. И все это вот продвигается. Новый вид комара появился, городской комар, который, если обратили на подъездах, в наших живет, и он очень больно. Он чуть-чуть отличается от обычных? Да, конечно, отличается от наших обычных комаров. Но нужно сказать, что у нас здесь часто только описано более 30 видов комаров. И вот еще новый вид появляется. Ясно. И потому что каждое вот это изучение приносит новые открытия нам. Ну и самый большой приоритет, конечно, это, как его, наши охотничьи-промысловые виды, за которыми мы пристально следим, ведем мониторинг. Тот же наш дикий северный олень. Ну и те аборигенные виды, которые узко приспособлены к холодному климату, и когда климат меняется, все это, они как раз попадают в такую ловушку, что они не могут приспособиться к более теплому. Поэтому они вынуждены или вымирать, как раньше эти мамонты, и так далее, или еще что-то. Поэтому мы за ним видим пристальное наблюдение. В республике в основном развивается горнодобывающая отрасль. Как вы взаимодействуете с компаниями, которые занимаются бобычей угли? Ну, с самого начала, как это появились горнодобывающие компании, как стали у нас эти мегапроекты здесь осуществляться, институт тесно сотрудничества с компаниями. Но в начале компании очень осторожно относились и так далее. Они даже не знали, что здесь в Якутске у нас есть научно-исследовательский институт и так далее. Поэтому мы вынуждены были сами проявлять инициативу. Например, я сам лично даже ездил в Сургут, потом начинал с низшего менеджера познакомить нашу институту, потом среднее звено менеджера, потом тогда ходил и высший менеджер. И сейчас мы, например, в Сургут нефтегазом ведем мониторинг на их территории, чтобы нивелировать то негативное воздействие, которое оказывают на нашу северную природу. И многие эти проекты, вот Газпрома, Сила Сибири, плюс Восточный, это как его, ВСТО, вот это все тоже проводилось в сопровождении. И сейчас многие проекты, которые здесь тоже, все вместе с нами. Ну и наша родная компания «Алроса», с которой мы плотно работаем тоже. Но «Алроса» всегда идет навстречу быстро. Вот, например, сейчас у них, они разработали проект свой по сохранению дикого северного оленя на зоне своей ответственности. И благодаря поддержке этой компании мы, значит, новый метод инновационный внедрили, это спутниковый мониторинг за передвижениями и миграциями дикого северного оленя. Мы ловим олене, одеваем на них спутниковые радиошейники и в кабинете через компьютер отслеживаем. Как же это возможно? Ну как же это возможно? Ну, новые технологии такие у нас современные появились, и это мы тоже вот быстро внедряем и в нашу, и это как... И самое главное, это отечественные разработки. Мы это совместно с ООО, эффективное сотрудничество компаний аэрокосмического сектора, это у нас генеральный директор Александр Сальман, да, вот разработали, которые у нас работают как раз вот в условиях нашего такого суперконтинентального климата, когда у нас летом плюс 40, зимой минус 50-60, а они работают аккумуляторы, все едет. И мы каждый день за ними смотрим. Буквально вчера, вот, например, олени зашли в зону ответственности, около поселка Удачной появились, и тут же, значит, у нас вчера созвонились в этом. Сегодня утром должны были выйти автопоезда от Удачинского ГОКа на месторождение Верхнее Муно, и сейчас компания смотрит, где находятся олени, возможно, они приостановят движение, то есть чтобы не мешать передвижению оленей. О, как здорово. Скажите, а с природоохранными организациями как сотрудничаете в Общественный Совет? Ну, Общественный Совет, конечно, это, как и в общем, плотная сотрудничество. Они здесь местные предохранные организации общественные, которые, они входят в состав Совета, есть их представители, где. Ну, плюс, конечно, мы плотно работаем и с нашими российскими природоохранными мероприятиями, и международными, такими, как вот Северный фонд охраны природы, Международный союз охраны природы, да, ну, большинство наших сотрудников, ну, например, мы большинство являемся экспертами этих вот предохранных организаций. Хотелось бы еще, вот по Вашему мнению, какие, может быть, нововведения или в законодательстве, там, в принципе, какие нововведения необходимы для того, чтобы улучшить работу все-таки вот в области защиты окружающей среды? Ну, анализ как международного законодательства, так и российского законодательства, да, и в то время, когда я советский, и особенно местная, региональная законодательства Республики Сахар-Якутик, по моему мнению, да, и показывает, что у нас оно самое такое сильное, совершенное, и направлено как раз на сохранение природы, что многие нам завидуют. Тот же Красноярский край, который рядом находится, и говорят, у Вас такие законы очень хорошие, которые помогают Вам сохранять Вашу природу. В Швеции я встречался как раз с коренными и малочисленными народами, сильно с Амами, которые там, они очень быстро свои земли тоже теряют, и так далее, ничем не защищены они тоже, хотя говорят, что суверизованная Европа, все это, а наоборот, они говорят, помогите нам, и так далее, как нам бы все сохранить свое, и мы теряем пастбище, теряем оленей, и все, строят Диснейленды, и так далее, а мы смотрели, а у Вас, говорят, такие. Спасибо. Благодарю Вас за беседу, и напоминаю нашим телезрителям о том, что у нас в студии был председатель Общественного экологического совета при Министерстве охраны природы Республики Сахар-Якутия, директор Института биологических проблем и креолитозоны Сибирского отделения РАН, Иннокентий Яхлопков. Будьте с нами, будьте в курсе событий. Всего Вам доброго. Субтитры подогнали Симон.